МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой, Севастопольское информационное бюро, первые новости города. В студии Екатерина Коломеец. Здравствуйте. В незаконной растрате государственного бюджета в особо крупном размере подозревают экс-директора государственного бюджетного учреждения Горсвет. Передает пресс-служба УФСБ России по республике Крым и Севастополь. Здравствуйте. Здравствуйте. Погуди. В октябре 2019 года госпредприятие заключило с частной фирмой договор на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов наружного освещения на сумму 18 миллионов рублей. Вступив в преступный сговор с руководителем фирмы, имея умысел на растрату денежных средств, директор ГБУ подписал акт приемки и произвел взаиморасчет за фактически невыполненные работы по условиям договора, говорится в сообщении. Ущерб предприятию оценен в полную стоимость заказанных работ. Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело за присвоение и растрату средств в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый содержится под стражей. Имущество бывшего директора госпредприятия арестовано. Расследование уголовного дела продолжается. За минувшие сутки в Севастополе выявили 64 новых случаев заболевания ковид. Три человека в возрасте от 67 до 82 лет скончались. 64 пациента выписаны после выздоровления. Под наблюдением находится 600 человек. Это люди, контактировавшие с заболевшими, но диагноз ковид у них не подтвержден. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 11 764 севастопольца. В настоящий момент 10 612 выздоровели, 482 человека умерли. Коронавирус продолжает уносить жизни и в Крыму. По данным Министерства здравоохранения региона, за минувшие сутки скончались 6 жителей Крыма. Кроме того, еще 67 новых случаев заболевания инфекции зарегистрированы в Крыму по данным на утро 25 февраля. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил глава республики Сергей Аксенов. Пять случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 60 выявлены при обращении за медицинской помощью. Семь среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, уточнил чиновник. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 35,5 тысяч крымчан. Победить болезнь смогли более 31 тысячи человек. 913 пациентов скончались. Сдерживание цен на хлеб в Севастополе обойдется в 8 миллионов 950 тысяч рублей. Правительство города получило субсидию из федерального бюджета. Деньги направят на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности, части затраты на производство и реализацию хлебобулочных изделий. Соответствующее соглашение региональное правительство заключило с Министерством сельского хозяйства 18 февраля. Средства на предотвращение роста цен на хлеб выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации. Часть затрат возьмет на себя и бюджет Севастополя. Всего с учетом собственных средств бюджета города на компенсацию части расходов предприятий хлебопекарной промышленности в 2021 году направят 9 миллионов 420 тысяч рублей. Выплаты получат производители хлеба и хлебобулочных изделий со сроком годности до пяти суток. Экономическая ситуация, сложившаяся в результате пандемии, привела к росту затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий. Выделяемые бюджетные средства позволят предприятиям хлебопекарной промышленности частично компенсировать расходы, что обеспечит стабильность цен на хлеб в торговых сетях и специализированных хлебных магазинах Севастополя. Прежде всего речь идет о социальных сортах хлеба, отметил директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка правительства Севастополя Вадим Кирпичников. При этом предприятия, получившие финансовую поддержку от государства, обязуются в месяц предоставления субсидий не повышать цены на хлеб. В селе Дальнее подрядчик приступил к строительству канализационных очистных сооружений. Сейчас на объекте федеральной целевой программы фирмы «Экос» ведутся подготовительные работы. С помощью техники выравнивается фундамент и возводится подпорная стена. 25 февраля на площадке побывал директор Департамента капитального строительства правительства Севастополя Иларион Гапицонов и оценил ход работ. Пока на огороженной забором территории не особо людно. Одновременно на объекте трудятся не больше дюжины специалистов. Основную роль в подготовке фундамента сейчас играет строительная техника. С ее помощью выравнивается земля, на которой скоро появится современный комплекс канализационных очистных сооружений. Неприятный для подрядчика сюрприз оказался спрятан под толщей грунта. Уже в ходе подготовительных работ выяснилось, что здесь под землей находятся незадокументированные бетонные сооружения. Благо вся необходимая техника уже присутствует на рабочем участке, так что на сроках сдачи объекта данный демонтаж никак не отразится. Проектировался комплекс самим подрядчиком. Строительством канализационных очистных сооружений фирма занимается с 90-х годов. Как сообщил технический директор компании «Экос» Алексей Яковенко, особое внимание в документации уделили автоматизации большей части процессов. Эксплуатировать будет данный комплекс не более трех человек. Уровень автоматизации достаточно высокий. Везде предусмотрено стопроцентное горячее резервирование. Это значит, при выходе из строя любого оборудования автоматически включается резервное. Сама станция будет обеспечивать несколько этапов очистки воды. Механическую, биологическую, отдельную доочистку и финальное обеззараживание ультрафиолетом. На объекте также будет работать система обезвоживания осадка. Благодаря этому его можно будет оперативно вывести и утилизировать. Данное решение по строительству конституционных сооружений было принято по многочисленным обращениям граждан данного села. Также нам в дирекции капитального строительства было выдано отдельное поручение губернатора. Мы также уверены в том, что этот проект будет завершен успешно. Закончить работы на объекте планируют в декабре 2021 года. Кирилл Попов, Денис Александрович, Севанформбюро. Департамент транспорта правительства Севастополя включил пешеходный участок в селе Поворотное в программу по благоустройству дорог. Об этом в ответ на информационный запрос редакции телеканала НТС сообщил начальник сектора контроля за осуществлением пассажирских перевозок Владислав Минин. Он отметил, что для ремонта этого участка протяженностью более одного километра необходимо финансирование. Напомним, ранее в нашем эфире выходил материал, в котором жители села Поворотное просили городские власти обратить внимание на эту проблему. Между селом Поворотное и Дальнее существует отрезок дороги, который фактически не является дорогой и не состоит на балансе Севастопольского автодора. Это накатанный проезд. В настоящее время этот накатанный проезд включен в перечень улиц и дорог, которые подлежат благоустройству без твердого покрытия. Такие перечни формируются департаментом совместно с муниципальными образованиями. Программа существует и она разработана на три года. В случае выделения средств эти дороги будут в тот же момент покрыты грунтом. Жители села Поворотное также просили скорректировать маршрут автобуса номер 137. Владислав Минин сообщил, что пока это не представляется возможным. В настоящее время остановка маршрута 137 в селе Поворотное не предусмотрена как государственным контрактом, так и реестром муниципальных маршрутов. Но в настоящее время рассматривается возможность обеспечить этот населенный пункт остановкой. Дело в том, что там проходит дорога и остановку обустроить в настоящее время там не представляется возможным, потому что есть определенные требования безопасности, такие как заездной карман, оборудование дорожными знаками, пешеходной разметкой, павильоном и так далее. Начальник профильного сектора Департамента транспорта пояснил, что все это можно будет осуществить, когда правительство города выделит на эти цели средства. Как я уже сказал, эта дорога, которая не является фактически дорогой, включена уже в перечень тех дорог и улиц, которые подлежат благоустройству. Программа разработана на три года и в случае выделения этих денежных средств эта дорога будет отремонтирована в рамках этой программы. Возвести крематорий мини-Диснейленд и распланировать многоэтажную застройку. Жители Байдарской долины возмутились поступившими в муниципальный округ предложениями по комплексному развитию территорий. Очередное обсуждение о внесении таких инициатив в общую концепцию прошло в здании местной администрации 20 февраля и было практически сорвано негодованием общественности. В уже частично сформированы павки предложений десятки объектов капитального строительства. Наряду с действительно востребованными в муниципалитете дорогами, детскими садами, остановками общественного транспорта и детскими площадками в перечне находятся другие, весьма спорные, по мнению местных жителей, инициативы. Например, создание крытого аквапарка и казачьего клуба. Услышав об этом в средствах массовой информации, люди пришли к главе Орлиновского муниципалитета с требованием объяснить, кто и на каком основании придумал благоустраивать Байдарскую и Варнаутскую долины таким образом. На все вопросы ответ поступает один. Список предварительный, никто еще ничего не утверждал, ко мнению людей обещают обязательно прислушаться. Никакой из этих документов не имеет правовой силы, это не более чем проектный, не может являться законом для жителей Севастополя или обязательным к исполнению для жителей Байдарской и Варнаутской долины. Это не более чем проектный документ. Собранные предложения обещают отфильтровать в ходе следующих заседаний, после чего вынести уже сокращенный перечень предложений на общественное обсуждение. Лишь затем передать результаты собраний в правительство города в формате предложенной концепции развития. Но подобные инициативы вызывают серьезный скепсис со стороны местных жителей. В попытках Орлиновского совета муниципального округа люди видят угрозу массовой застройки. У меня сложилось такое впечатление, что депутаты всеми силами стремятся сначала прирезать какие-то дополнительные куски за счет зон отдыха к нашим селам, а потом уже нечто будет построено. Нормальная логика. Сначала формируется перечень таких объектов, проводится слушание с населением, нужны ли такие объекты. И уже под это меняется либо целевое назначение земель, определяются и уточняются их границы. Поводом для подобных переживаний стало одно из озвученных предложений. Определить границы территории и уточнить целевое назначение земель, а уже после этого решать, что именно на этих участках построить. Боимся и наблюдаем, что происходит. Может, могут с другой стороны обойти инициаторы этих проектов и под видом благоустройства, а также внести эти земли в населенный пункт. Загвоздка в чем? Что эти земли сельхозназначения, а хотят перевести их в индивидуальные жилищные строения и под застройку. Причин беспокоиться о сохранности долины у местных жителей более чем достаточно. Еще свежи воспоминания о многократных попытках реализовать строительство так называемого Алибаирского лицея, под которым скрывалась попытка создать коттеджный поселок. В муниципалитете успокаивают. Попавшая в интернет-карта комплексного развития Байдарской долины, в которой упоминается и создание крематория, и многоэтажная уплотнительная застройка, лишь визуальный эскиз, придуманный председателями территориальных общественных самоуправлений и не имеющий никакого отношения к реальному положению дел. Многочасовые обсуждения в итоге не привели к каким-либо результатам. Провести новую встречу до рассмотрения комиссии внесенных предложений местные власти намерены накануне Международного женского дня. Кирилл Попов, Денис Александрович, Севинформбюро. В Севастопольский детский центр медицинской реабилитации поступило новое оборудование, закупленное по программе «Доступная среда». Современная техника существенно расширила арсенал методик медучреждения. Как новое оборудование поможет в реабилитации детей с ДЦП и другими заболеваниями, журналистам НТС рассказали врачи центра. Новая техника поступила в медучреждение в конце 2020 и начале 2021 года, так что медики уже активно используют ее в своей работе. Оборудование помогает развивать не только физические, но и умственные способности особых детей. Как рассказала заведующая детским центром медицинской реабилитации Лариса Твердохлеб, в Севастополе более 300 детишек больных ДЦП или имеющих другие двигательные нарушения. Почти треть из них не могут говорить, а значит развитие коммуникативных навыков – одна из важнейших задач реабилитации таких детей. Наладить общение с окружающими теперь маленьким пациентам помогает в том числе новый айтрекер. Это оборудование позволяет запустить речь, с одной стороны, о развитии умственной способности ребенка, с другой стороны. Но самое главное, для чего оно необходимо, для того, чтобы ребенок, который не может в силу своих физиологических проблем говорить, это или паралич языка, или расстройство аутистического спектра, чтобы он мог развиваться и коммуницировать с окружающими людьми, со сверстниками, с родителями, с педагогами, с помощью альтернативных методов коммуникации. Такими альтернативными методами коммуникации могут служить жесты или даже взгляды ребенка. Айтрекер встроен в компьютер, оснащенный 40 программами разной сложности. Так маленькие пациенты учатся управлять оборудованием с помощью точно направленного взгляда. При этом техника улавливает этот взгляд независимо от положения головы, что очень важно для ребятишек с ДЦП. Более того, компьютер также озвучивает все происходящее на экране, что может положительно повлиять на развитие речи ребенка. Стоимость такой современной техники – почти полтора миллиона рублей. Арсенал оборудования пополнился и в физиотерапевтическом отделении центра. Сюда закупили аппарат стимуляции и электротерапии, который с помощью силы, частоты и амплитуды тока может по-разному воздействовать на нервную систему пациента. С помощью электрического тока с определенными параметрами мы можем оказывать воздействие на мышечную ткань. В частности, если мышцы находятся в гипотоническом состоянии, то мы можем этот тонус мышц приподнять, улучшить, довести до нормального тонуса, как вариант. Кроме того, например, процедура электросна регулирует центральные механизмы, непосредственно центральной нервной системы. То есть могут вызвать сноподобный эффект, седативный, успокаивающий эффект. Также осенью прошлого года отделение пополнилось аппаратом динамической электростимуляции, около 30 электродов которого позволяют одновременно воздействовать на всю спину пациента – от шеи до копчика. Такая техника применяется в лечении сколиозов и остеохондрозов у подростков. Не менее важная часть центра – зал лечебной физкультуры, в который недавно поступили сенсорные дорожки, стол для механотерапии, брусья и снаряды. Все это оборудование – необходимая часть медицинской помощи детям. А сегодня в центре реабилитации различные процедуры проходят 90 ребят от года до 18 лет. Около 60 специалистов ежедневно работают над тем, чтобы дети с особенностями могли вести максимально комфортный образ жизни. А в будущем в медучреждении планируют начать оказывать и помощь ребятам, имеющим постковидный синдром, чтобы сгладить нарушения, причиненные детям пандемией. Екатерина Костейникова, Юрий Риутин, СЕБН Форумбюро. Послеродовая депрессия – вовсе не миф или женская прихоть. Проблема настолько реальна, что ею интересуются не только психологи и психиатры, но и ученые, которые проводят серьезные клинические исследования. Заведующая детским психиатрическим отделением Крымской клинической психиатрической больницы Дарья Шурыгина отметила, что по мировой статистике каждая десятая женщина страдает подобным расстройством, а до 70% роженец испытывают так называемый «бэби-блюз» или послеродовое уныние. Ситуация настолько сложная, ситуация настолько труднопредсказуемая, что она выходит в первый пол с исследований. Мы привыкли быть сильными, мы привыкли быть самодостаточными. Русская женщина на приори ослабляется, как та, на которой в войну выживали, поля пахали и так далее. Сейчас эту концепцию надо менять, и мы изменяемся генетически, мы меняемся эволюционно, концептуально. Чем отличается послеродовая депрессия от классического депрессивного состояния? Какие признаки у этого расстройства? На что обратить внимание близким только что родившей женщины и куда обращаться за помощью? Подробности в новом выпуске программы «Актуальное интервью». В роли ведущей Марьяна Лынская, логопед, психотерапевт, руководитель центра «Сенсавиль» в Севастополе. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками «Севинформбюро». Телефон редакции «Городской» 59060, мобильный, плюс 7978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова